друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и снова продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов ну что же давайте начнем с рынка нефти по бренду мы сейчас видим 2831 мою позицию и то как я действую вы все прекрасно знаете у меня остался небольшой шорт и я буду ждать возобновления распродаж еще одну мощную волну нисходящей динамики с потенциалом обновления тех минимумов которые мы наблюдали пару недель назад и моя в принципе позиция с точки зрения аргументации я думаю предельно ясна и понятно я вижу как и раньше риски значительного падения спроса на углеводороды я вижу риск того что из-за снижения спроса будет расти перепроизводство сырья и все это усиливается проблема отсутствия свободных места для охранения ближайшие недели эти проблемы друзья только усилится поэтому я с нетерпением жду предстоящие данные по запасам сначала у нас будет там отчет от американского института нефти потом данные от администрации энергетической информации поэтому прироста запасов недельных на 10 миллионов будет достаточно чтобы еще больше нагрузить опять же мощности предназначенные для хранения в кушинге и снова повесить на рынок риск того что мы можем столкнуться в момент экспирации июньских фьючерсов то же самое что было и в ходе майских фьючерсов то что многие инвестфонды которые занимаются непосредственно торговлей фьючерсами на рынке нефти сейчас отказываются от контрактов с ближайшими поставками перекладываются на контракты с более поздней экспирации я уже об этом друзья говорил как следствие мы видим рост волатильности рынок нефти активно ходит еще раз подчеркиваю тот факт что если эти движения которые мы видим пересчитать на процентный эквивалент то действительно не в наверное один из самых динамичных активов которые сейчас представлены на финансовых рынках но если не брать например рынок криптовалют о нем мы также поговорим в общем друзья по рынку нефти я держу на свой остаточный сел я считаю что мы снова можем вернуться к тем прежним минимумом и если вы разделяете точно такой же позицию что и я рекомендую также приобщиться к повторному нисходящему движению индекс американского доллара 99 52 индекса американская валюта зажат друзья в очень узком диапазоне девяносто восемьдесят половиной сто с половиной вот мы по сути в этом диапазоне уже больше месяца топчемся я очень рассчитываю на то что предстоящий релиз по нон фарм перл станет переломным в динамике американского доллара можно было бы сказать что это не так потому что если сейчас выйдет то еще один блок макроэкономически слабых макроэкономических данных фрс тут же придумает как дополнительно простимулировать экономику через дополнительные вот инъекции ликвидности в мировую финансовую систему в американскую экономику и это раньше обрекала доллар на распродаже но как мы уже верно подметили фрс и правительство сша теперь взяли паузу как минимум на месяц а поэтому друзья у нас возможность с вами сфокусироваться на отчетах и прибегнуть классическому анализу фундаментальном на рынке форекса мы вчера получили слабые данные по производственным заказом минус 10 и 3 процента мы знаем то что отношения с решая китай сейчас очень сильно испортились даже возвращаясь к тематике торговых отношений но раньше за пандемии на риторика была саша мягкой в отношении торговых обязательств китая ну все прекрасно понимаем сейчас всем тяжело поэтому исполнение обязательств по закупке товаров вам можно отложить на неопределенный срок но после того как стали активно помпео кудлу и трамп обсуждать источник происхождения вируса и четко стали указывать тыкать китай носом том что именно в ухане он появился вот эти обязательства и необходимости нести ответственность китая перед мировой экономика перед штатами за а пандемию заставили трампа в жесткой риторике уже вернуться к вопросу торговых отношений и мы на текущий момент знаем что ему нравится позиция обвинения китая в том что произошло и соответственно если отношения будут точнее вот эта риторика будет в таком же формате развиваться дальше то друзья все приведет к тому что мы перспективе месяца может быть чуть больше увидим новые дополнительные пошлины со стороны сша в адрес китая возможно даже потом и китай также ответит это точно лишь усугубляет перспективу мирового экономического роста такой небольшой звоночек для тех кто сейчас на всю катушку продолжает покупать американский фондовый рынок идем дальше друзья на этом новости не заканчиваются негативные помимо статистики плохой помимо отношений с китаем очень непростых федрезерва опубликовали прогноз относительно экономического роста мы помним что по итогам первого квартала американская экономика снизилась на 4 6 процента но во втором квартале на 4 6 процента это были лишь цветочки ягодки будут уже по итогам второго квартала и даже фрс признает то что снижение будет не просто значительным она будет беспрецедентным 28 процентов это их оценка однако на рынке есть скептики тире реалисты считающие что поскольку именно сша столкнулись с возможно максимально негативным воздействием пандемии и пропустили это через рынок труда через сектора через национальную экономику вот по пику по количеству летальных исходов по общему количеству заболевших мира американская экономика во втором квартале потеряет больше шестидесяти пяти процентов друзья я думаю что эти цифры близки к реальности но 65 это прям совсем уж круто но я думаю что где-то в районе 50 спад мы точно увидим сегодня в 17 00 сфера услуг важный сектор американской экономики еще один важный отчет перед более крутыми макро данными non-farm perils но соответственно сегодня мы тоже исходя из прогнозов ожидаем слабые цифры то есть чем хуже сейчас будет выходить статистика тем больше есть шансов восстановиться у доллара и американской валюте сейчас нужно пользоваться этими возможностями я держу длинные позиции друзья и ожидаю видеть индекса под закрытие пятницы уж точно выше сотки золото 1697 евро против доллара 10901 мы снижаемся тоже здесь слабый отчет по экономическому росту по итогам первого квартала минус 37 процента но проводя аналогии ожиданиях негативного эффекта пандемии на экономику которую мы только что говорили в рамках сша понятное дело что в еврозоне тоже более страшные цифры будут по итогам второго квартала вчера отчет по производственной активности германии еврозоны если кому интересные цифры посмотрите в экономическом календаре там тотальное снижение и спад индикатор уверенности centix потребителей тоже рекордное падение 8 мая друзья в эту пятницу модис будет пересматривать кредитный рейтинг италии и я думаю что так же как и фиши уведут его в разряд мусорного это опять же будет еще одним сигналом того чтобы в ходе следующего заседания европейский центральный банк все-таки допустил возможность покупки облигаций с мусорным рейтингом потому что италия безусловно нужно будет помогать я уверен то что без новых стимулов мы не останемся это будем использовать для давления на курс европейской валюты фунт против доллара 124 60 друзья я держу отложку сел стопс уровень 12370 вы знаете сегодня важный отчет очень скоро в 11.30 по московскому времени это данные по сфере услуг по аналогии с провальным релизом в пятницу по промышленности мы ждем слабые релизы по сфере услуг поскольку это большая часть экономического роста 80 процентов ввп приходится на сферу услуг соответственно слабые цифры должны привести к еще большим распродажам фунта нежели чем те которые мы видели в пятницу поэтому вполне возможно что сегодня снова с работы тут эта отложка 1.2370 и я лично двину ниже к уровню 1.20 и надеюсь приблизиться к нему потому что впереди у нас заседание банк англии с возможностью анонса новых мер экономического стимулирования биткоин восемь тысяч девятьсот одиннадцать друзья здесь ждем выше десяти тысяч халвинг а в следующий вторник я опубликовал видео на нашем канале на ютюбе с моей точки зрения того как будут развиваться события с биткоином после халвинга провел параллели с реакцией биткоина на халвинг а по итогам 12 16 годов и там есть определенные математические ожидания друзья если вам интересен биткоин посмотрите пожалуйста видео но не забывайте конечно же ставить лайки в том числе и к этому видео потому что это лучшая мотивация для каждого спикера я оптимист друзья по рынку криптовалют я не верю какие-то невероятные уровни в 50 100 тысяч но думаю что x2 по биткоину мы реально можем сделать это не за считанные дни друзья у нас сначала цель 10 но потом в перспективе года полутора можем добраться и до отметки 18 тысяч а может быть даже и повыше то есть все в том видео которое я сейчас анонсировал обязательно выскажитесь относительно того что вы думаете по рынку криптовалют и в частности по биткоину доллар канадец мы восходящем ключе друзья 140 67 как и отмечал житьем выше уровня 142 на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания